Сюрпризы Здравствуйте! Сегодня Игровед расскажет вам о настольной игре Сюрпризы. Сюрпризы любят получать все, и взрослые, и дети, особенно если сюрпризы совпадают с вашими желаниями. А ваши желания могут узнать, конечно же, эльфы, которые день и ночь трудятся на складе игрушек, формируя заказы и доставляя их вашим детям. Сегодня мы понаблюдаем за их работой. В компактной металлической коробочке от компании Стиль Жизни вы найдете 16 карт игрушек, 11 карточек эльфов, 15 карточек со списком желаний двух типов и правила игры. На складе хранится 16 типов игрушек. Куклы, лошадки, роботы. Здесь сюрпризы на все случаи жизни. Осталось доставить их детям. Перед вами детские мечты. 9 карточек, список желаний, пронумерованные от 1 до 3. Для самых маленьких игроков в игре используется 6 карт со звездочкой. 11 эльфов трех типов помогут нам на складе при поиске вещей. Работа эльфа трудна и опасна. Ведь пока один сотрудник склада исследует стеллажи в поисках игрушек, все остальные радостно уплетают его конфеты, опрометчиво оставленные на столе. Наверное, поэтому формирование заказов порой затягивается на длительное время и сопряжено с множеством ошибок. Возможно, два варианта игры. Стандартный и для самых маленьких игроков. В обзоре будет рассмотрен стандартный вариант игры. В нем не используются карточки со звездочкой. Отложите их в сторону. Перемешайте 16 карточек с игрушками и расположите их квадратом 4х4 рубашкой вверх. Карточки, список желаний, рассортируйте по номерам, перемешайте раздельно каждую стопку и сложите в единую стопку таким образом, чтобы сначала шли единицы, затем двойки и заканчивали стопку тройки. Общую стопку расположите рядом с игрушками. Карточки эльфов перемешайте и положите их неподалеку картинкой вниз. Игра продолжается 9 раундов по количеству карточек в стопке списка желаний. Первый игрок открывает одну карту с колоды список желаний и одну карту с колоды эльфов и располагает их картинкой вверх таким образом, чтобы все игроки могли их видеть. Затем он переворачивает одну карточку игрушек картинкой вверх. Если открытая игрушка присутствует на карточке список желаний, игрок может продолжать поезд дальше. Если открытая игрушка не входит в текущий список желаний, то право хода передается следующему игроку, а неверно открытая карточка переворачивается обратно картинкой вниз. Обратите внимание, даже в случае ошибки, все ранее открытые карты, входящие в текущий список, остаются лежать на столе картинкой вверх, а картинкой вниз переворачивается только последняя неверно открытая карта. В любой момент своего хода текущий игрок может передать право хода следующему игроку по часовой стрелке, и тот в свою очередь начинает поиск предметов. Игрок, открывший последнюю игрушку, входящий в текущий список желаний, получает карточку желаний в качестве приза. Он также выбирает любого игрока и отдает ему карточку эльфа в качестве приза. Карточка список желаний располагается перед победителем текущего раунда рубашкой вверх, а карточка эльфа располагается перед игроком картинкой вверх. Затем все карточки игрушек переворачиваются картинкой вниз, а право хода переходит игроку, сидящему слева от победителя текущего раунда. Первый игрок вновь открывает карточку список желаний, новую карточку эльфа и начинает поиск предметов. Обратите внимание, на некоторых карточках список желаний указаны стрелки. В данном случае игрок должен находить предметы только строго в указанном порядке. Например, вначале необходимо найти книгу, затем посуду, пазлы, магнитофон и так далее. Игра заканчивается, когда последняя карточка список желаний найдет своего хозяина. Для определения победителя все игроки подсчитывают количество игрушек в собранных ими списках желаний. У кого этих игрушек больше, тот и победил. В случае ничьей победителей может быть несколько. Осталось выяснить, для чего же нужны эльфы. В свой ход игрок имеет право использовать одну из своих карт эльфов. После этого карта уходит в сброс и покидает игру. Карточки бывают трех типов. Большая уборка, забияка, ничего не знаю. Большая уборка позволяет взять с игрового поля пять карточек, лежащих рубашкой вверх, просмотреть их, а затем вернуть обратно на игровое поле в любом порядке. Большая уборка играется перед своим ходом, а карточки игрушек просматриваются втайне от оппонентов. Эльф «Ничего не знаю» играется во время текущего хода игрока, когда он допустил ошибку. Даже если перевернутый предмет не входит в текущий список желаний, игрок сбрасывает карточку эльфа, переворачивает неверный предмет картинкой вниз и продолжает ход. Забияка играется в начале нового раунда перед открытием карты список желаний. Игрок, сыгравший забияку, вызывает противника на поединок. Начиная с зачинщика поединка, каждый игрок должен назвать игрушку, а затем открыть одну из карт игрушек по своему выбору. Например, паровоз. Если игрок верно угадал игрушку, то карта остается лежать на столе лицом вверх, а после этого другой игрок должен повторить успех противника и угадать игрушку. Соперник Забияки, в свою очередь, также загадывает игрушку. Кукла. Поединок продолжается, пока один из игроков не допустит ошибку. Проигравший игрок должен отдать победителю одну из своих карт со списком желаний. Поединок может завершиться в ничью, если все карты игрушек окажутся открытыми, а ошибку так никто и не совершит. После поединка все открытые карты переворачиваются рубашками вверх, перемешиваются и раскладываются на игровом поле. В варианте для малышей используется только 9 карточек игрушек, отмеченных звездочками, карточки выкладываются квадратом 3 на 3. 5 карт эльфов со свойством «Ничего не знаю», отмеченных звездочками, и вместо стандартных желаний используется 6 карт звездного списка. Остальные правила остаются без изменений. Сюрпризы — это красивая и компактная детская игра с несложными правилами, которые можно взять с собой в гости. Она развивает память и внимание. Вам необходимо запомнить множество предметов и держать их в памяти до самого конца игры. В игре может принять участие от 2 до 5 игроков в возрасте от 6 лет.